Праздник пришел в город. 4 сентября в Вологде стартовал первый международный фестиваль «Голос ремесел». Он собрал более 300 мастеров не только с области, но и с разных уголков страны. И причем мастерство каждого из них поистине уникально. Расскажет об этом Александра Шер. Сейчас у меня намотана самая, что ни на есть подходящая для качества, ситцевая старая кофта бабушкина. Челнок с намотанной тканью ловко проходит между нитками, которые с помощью бёрда София Гусева поднимает и опускает. Этот станок мастерица из деревни Старая Вологодского района сделала сама. Он заменяет привычную громоздкую конструкцию. На ткацком станке есть педали, есть ниченки и есть бёрда. Так вот это устройство заменяет это все. Свои секреты у каждого из мастеров. Всего их около 360 из разных уголков России. В первый день фестиваля все внимание женским видом рукоделия. Вышивка, вязание, кружевоплетение, лоскутное шитьё и даже валеная одежда. Здесь присутствуют шелка, шерсть альпаки, натуральная шерсть овцы, английские породы. Эту авторскую коллекцию одежды, сделанную в технике мокрого валяния, привезла гостья из Омска Ольга Лебедева. Вещи очень лёгкие, тёплые, а главное экологичные. О фестивале «Голос ремёсел» узнала через интернет и сразу решила приехать в Вологду. Давно об этом мечтала. Мечта дизайнера, творческого человека. Увидеть вологодское кружево, как это плетётся. То есть потрясающая выставка, организация просто потрясающая. Рядом в шатре мастер-класс по изготовлению народной куклы. Мастерицы из Харовска используют традиционные ткани и технику. Уверяют, что куколка принесёт в Дом счастье. И чем длиннее коса, тем счастья больше. Соединяйте. Буквально 10 минут и готов оберег сделаны собственными руками. Ещё на фестивале можно познакомиться с мастерами, узнать об их ремёслах или просто купить приглянувшиеся изделия. Такое событие стало праздником не только для промысловиков, но и для простых вологжан. Я этого фестиваля давно ждала. Я знала, что он будет. Я очень люблю ремёсла. Особенно люблю вышивку, качество, керамику. Поэтому я пришла с огромным удовольствием и с большой надеждой увидеть много интересного. Собственно, мои ожидания меня не обманули. Фестиваль, организатором которого стал Вологодский центр народных промыслов «Резной палисад» – это не только общение, а обмен опытом. Это ещё и работа. В рамках «Голоса ремёсел» проходит конкурс, в котором участвуют более 250 мастеров. В шести номинациях – 28 видов народных промыслов. Работы представили авторы из Ленинграда, Екатеринбурга, Карелии, Минска. Надежда Степанова из Чебоксар участвует в конкурсе в номинации «Авторская береста». Её работа Иван Царевич и Царевна Лягушка выполнена в технике берестяной пластики. Для фона используется одна сторона бересты, которую мастера считают изнанкой. Для фона она как бы лицевая, а детали делаются уже и с другой стороны бересты. И эта сторона бывает разных оттенков, она бывает золотистая, вплоть до чёрного. В состав жюри, работающего на конкурсе, входят специалисты из Вологды, Москвы, Архангельска. Задача каждого из них – не только оценивать идею и качество заявленных изделий, но и искать в них подлинно народный дух. Видеть основное, что должно дальше жить, что должно продолжаться, что должно обязательно войти в нашу жизнь. Понимаете, то есть на чём мы должны, на что мы должны опираться в нашей культуре. Уникальность фестиваля «Голос ремесел» ещё и в том, считают эксперты, что на нём представлен не один промысел, а собранный около трёх десятков. Есть и свои изюминки. Одной из них станет дерево-ремесел, которое вырастет в Вологде к концу фестиваля. Это символический росток, который души мастеров, которые тут даже не души, а присутствие мастеров, и будет много, они сойдутся. И вот таким вот своей красотой зародят нечто такое, вот это маленькое росточек, которое родится, а в конце четвёртого дня вырастет трёхметровое кованное дерево. После окончания фестиваля волокжане смогут увидеть его у центра «Резной палисад». Кроме того, в течение ближайших трёх дней в рамках программы пройдут мастер-классы, выставки под открытым небом, концерты для детей и взрослых. Всё это на Кремлёвской площади, в сквере у Софийского собора и в центре народных промыслов «Резной палисад». Александра Шер, Максим Дышковец, Вологда, Портал.